СМИ сообщили, что в социальных сетях появилась информация о прибытии в Степанакерт российского специального борта Ил-76. Журналисты пишут, что данные от источников очень сильно разнятся друг от друга. По одним данным самолет Минобороны привез группу российских военных, а по другим доставил к месту боевых действий бойцов частной военной компании. В твиттер-аккаунте пользователя Селами Хактан сказано, что русские наемники сегодня помогают армянским силам. Сообщается, что их перебросили в город Степанакерт. Кроме этого, автор канала указал, что именно сообщение такого содержания якобы появилось и на официальном телеграм-канале российской ЧВК «Вагнер». Российские журналисты, в свою очередь, отмечают, что подобную информацию распространяют и азербайджанские СМИ. Из каких-либо наглядных материалов, которые якобы доказывают правдивость доводов, предоставлена одна лишь фотография. На снимке хорошо виден военно-транспортный борт и люди рядом с ним. При этом ни бортовых номеров самолета, ни каких-либо других ориентиров, позволяющих опознать местность, на фото нет. Также совершенно неизвестно, где, когда и при каких обстоятельствах этот снимок был сделан. Отметим, что западные средства массовой информации и пользователи социальных сетей неоднократно обвиняли Россию в отправке бойцов ЧВК «Вагнер» в горячие точки в Сирии и Ливии. Также напомним, что боевые действия между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Обе стороны конфликта в Нагорном Каравахе обвиняют друг друга в эскалации. Баку и Ереван объявили о мобилизации, а кроме этого власти Армении ввели в республики военное положение. Редактор субтитров А.Семкин